Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 10 июля 2020 год, Республика Казахстан, город Алматы. Мы идем по Алматинскому Арбату. Тут вот светофор. Вот этот ЦУМ, его переделывали много раз советских времен еще. Сегодняшнее название этой улицы, Жебек-Жалы, неофициально Арбат. В советское время Горького, да, была это? Да, да. В советское время это была улица Горького. Здесь почти каждый год делают ремонт, все время перекладывают тротуар по бокам. Такие здания. Ну, народу мало из-за карантина. Ну, летние кафе на улице работают. Летники. Вот эти фонтаны сделали где-то год назад. Там дальше есть еще. Вот интересная скамейка с дико большой спинкой. Это лето, кстати, достаточно прохладное. Жарких дней почти не было. Тут вот вокруг деревьев такие столбы, скорее всего, стилизованные. По всей Алматы расставлены такие плакаты с призывом соблюдать дистанцию и меры безопасности. Ну, из-за карантина и туристов мало. Обычно Арбат – любимое место туристов. Здесь продавали картины советских времен. Ну, в основном, там, пейзажи и тому подобное. Где можно было тут относительно... Ну, я бы не сказал недорого. Ну, короче говоря, купить картины не могли. Для иностранцев, может быть, недорого. Там вон два высоких здания советских времен еще стоят. Вид у них, конечно, грустный. Да, людей почти нет. Причина карантина. Вот там, где написано «Казахтелеком», был большой пункт телефона. Туда со всего города ходили, заказывали переговоры с другими городами в советское время. То есть выдавали телеграмму, что в такое-то время человек должен быть с нами на связь. И приходили вот в то здание. Отсиживали огромную очередь. Заходили в кабинку. Ну, и разговаривали с каким-нибудь городом. Междугородняя связь. В общем, сейчас сотовая связь всех разбаловала. А в советское время связаться с кем-то, это была проблема. Но это было еще и недешево. Здесь на Арбате, когда нет карантина, проводятся ярмарки ремесленников. Ну, где можно тоже приобрести национальный стиль изделия, но в общем-то недешево. Здесь вот такая интересная площадка. детская. В каком-то техногеном, что ли, стиле. Вот. Ну, вообще на Арбате все делать такое экспериментальное. А вот здесь фонтан. Ну, в общем, если не вовремя встать, то можно намокнуть. В принципе, Арбат длится еще один квартал. Но там уже пассаж. В общем, там дальше неинтересно. Самая интересная часть. Вот я с вами прошелся по ней. Тут, кстати, вот еще площадка такая. Ну, тут вот написано. Ну, все. Вот улица Фурманова. Теперь ее переименовали Назарбаева. Здесь сегодняшняя экскурсия у нас закончится. Если вам понравилось, оцените видео. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.